Здравствуйте, мои уважаемые коллеги! Позвольте представить тему доклада оценка веролицидной активности раствора для приготовления жевательной романы. Респираторная вирусная инфекция это очень острая проблема для человечества в настоящее время. Все мы помним двухлетнюю пандемию и вирус продолжает персистировать. То есть это говорит о том, что проблема актуальна не только сезонно, но и на постоянной основе. Респираторно-сенсациальный вирус является причиной развития заболеваний у детей младше двух лет. Риновирусная инфекция очень часто протекает сочетанно с тяжелыми хроническими ногочными заболеваниями, в частности, хобу, риносинуситы, пациенты с лор-статусами. Вирус парагриппа вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей с ослабленной иммунной системой. Атерновирусы вызывают различные заболевания, начиная от простой простуды до тяжелых гневмоний. Коронавирус до сих пор обсуждаемая тема. За время пандемии зарегистрировано более 500 миллионов случаев заболевания. Несмотря на успехи, вакцина профилактика нам не является стопроцентной гарантией защиты. Вирус продолжает персистировать, меняться, штаммы меняются, становятся более контагиозными, менее контагиозными. Поэтому стоит актуальность развития, разработки новых средств профилактики респираторных инфекций. В свою очередь, мы для себя поставили несколько принципов разработки этих средств. Они должны иметь натуральный состав. Компоненты состава должны иметь растительное происхождение. Они не должны внедряться в систему гомеостаза организма человека. Конечно, быть максимально безопасны. Это задача исследования. Соответственно, целью нашего исследования является оценка для лицидной активности, раствора для приготовления жевательного мармелада в отношении вирусов гриппа А, гриппа Б, парагриппа, аденовируса, коронавируса и респираторно-сенсиционного вируса. Значит, исследование проводилось на базе НИИ гриппа города Санкт-Петербург, одной из ведущих учреждений России, на репутс НИИ вирусологии города Москва. Исследование проводилось по протоколам, которые осознаны в этом учреждении, соответствуют всем мировым стандартам. В том числе, часть исследования проводилась, в частности, исследования с коронавирусом проводилась на базе Института экспериментальной медицины, потому что только в этом учреждении есть доступ к этой инфекционной среде, за что вам большое спасибо. Все эксперименты были проведены в трех повторах. Это делалось специально для того, чтобы убедиться, что все результаты воспроизводимы. Соответственно, для исследования были отобраны специальные культуры клеток и культуры вирусов. Культура клеток взяты из рабочей коллекции клеточной культуры и гриппа имени Смиронцева. Соответственно, объект исследования это раствор для приготовления желательного форменада. Так вот, его конкретные данные. Описание исследуемого препарата в виде пастилок. Состав жевательного мангелада. Как видим, очень богатый состав и все принципы, что мы планировали, соблюдены. Компоненты состава растительного происхождения, состав натуральный, в том числе экстракт ламбинария. Имбирь соответствует защите в месте, где в месте повторной контоминации. Хвойная паста, репоративные восстановительные процессы. Хвойный экстракт, тот же самый, кварцитивный, растительный компонент, который поддерживает гомеостаз в полости рта в частности. Еще раз посмотрим на состав. Образец для анализа составляет раствор суспензии объемом 100 мл. Таким образом, все свойства или качества, которые мы планировали, они соблюдены. Механизм действия мармелада препятствует образованию налета гензии бактерий, способствует нормальному оклеточному дыханию в полости рта. Это механическая очистка, нормализация жизнедеятельности флора и гуморального гомеостаза в полости рта и компоненты растительного происхождения. Поговорим про дизайн исследований. Есть такой термин белковая нагрузка. Что это такое? Грубо говоря, это загрязнение в полости рта. Часть исследований проводилась с белковой нагрузкой часть исследований без белковой нагрузки. Результаты исследования сравнивались. Сравниваются они для того, чтобы определить эффективность препарата. Что имеется в виду? Если человек активно кашляет, отхаркивает, присоединяется бактериальная флора. Стоит отметить, что в нашем случае основная цель это именно профилактика, поэтому принципиальной разница есть долговая нагрузка и не ее нет. Разницы принципиально нет. Для нас самое важное, чтобы препарат обладал прямой цельной активностью, но сравниваются эти части исследования с целью определить степень эффективности препарата. И берется у нас четыре временных промежутка. Ноль это собственно время взаимодействия препарата и вирусной культуры. 15 минут 30 и 60 это время взаимодействия препарата, раствора для приготовления мармелада и вирусной культуры. Далее после этого добавляется клеточную культуру и смотрим собственно что же произошло. Если вирус убил клеточную культуру препарат неэффективен. Если структура клеток касалась целая клетки жизнеспособны значит вирус на клетке не подействовал. Тест вируса проводился в 96-м планшете. Как выглядит этот планшет? Ну соответственно две части исследования без белковой нагрузки с белковой нагрузки. Инкубация проводилась в СО2 инкубаторе один час при температуре 37 градусов. Это методы детекции вируса в их числе иммуноферментный анализ реакции гемоглитинации цитопатогенные действия вируса и другие. Это собственно схема планшета. По периферии контроль клеток четыре временных промежутка. гриппа 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 парагринг респираторно-синфициальный вирус и что после этого? После этого мы рассматривали каждую лунку в планшете под микроскопом. Левая картинка это клетка инфицированная вирусом правая картинка а левая картинка это добавленный вирус который инактивирован препаратом или неинактивирован к лешущей культуре. Смотрим после этого как ведут себя клетки. Мы переходим к результатам исследований. Все результаты примерно одинаковые кроме аденовируса. Препарат подействовал против всех групп вируса кроме аденовируса. Смотрим что получили. Начинаем с вируса гриппа А. Левая часть таблицы процент это эффективность верхняя часть без белковой нагрузки нижняя часть белковой нагрузки. Таким образом смотрим препарат крайне эффективен в отношении вируса гриппа А. То же самое в виде схемы. Это фотографии. На левой на правой картинке клеточная культура инфицированного вируса. Обратите внимание как нарушена структура. Слева клетки сохранили свою целостность жизнеспособность вирус на клетке не подействовал. Результаты в отношении вируса гриппа В. Результаты аналогичны. Что с белковой нагрузкой что без белковой нагрузки препарат показал свою высокую эффективность. Это картинки обратите внимание клетки инфицированной вирусом таки как гламират и клеток это говорит о нарушении клеточной культуры. Слева клетки целы. Республика на 70-ти аналогичные результаты аналогичны. Обратите внимание в правом верхнем углу это фрагмент умерших клеток. Очень характерная фотография. Слева жизнеспособность целостной структуры клетки сохранились. Триновирус график немного отличается. В данном случае препарат подействовал только без белковой нагрузки. При загрязненном при бактериальном контаминации препарат не был эффективен. Из этого мы сделали вывод что очень важно отмывать эту белковую нагрузку. То есть полоскать горло мыть нос. Тогда препарат будет более эффективен. Обратите внимание нагрузья клеток что говорит о разрушении культуры. Слева жизнеспособность и целостность сохранена. Коронавирус то же самое только без белковой нагрузки препарат был эффективен. Соответственно вот это отмывание местное этой белковой нагрузки будет очень хорошо способствовать эффективности препарата. Поговорим про аденовирус. Аденовирус достаточно агрессивная вирусная культура. Очень часто подвергаются его воздействию люди с ВИЧ-статусом, асоциальные группы, люди принимающие наркотические препараты. Но мы сделали у этой группы пациентов профилактика гриппа не стоит на первом месте. Основная задача сперва решим вылечить основную патологию и затем заниматься профилактикой. Но мы сделали исследование с этим вирусом также. Собственно ничего не поменялось. препарат против аденовируса не подействовал. Он не эффективен. На фотографиях что слева что справа целост клетки деструктурированы. Против фируса парагриппа препарат показал свою хорошую эффективность как с белковой нагрузкой так и без нее. Обратите внимание как клетки деструктурированы под действием вируса. Слева клетки целые. Таким образом было проведено исследование вирулицидной активности для приготовления раствора для приготовления жевательного мармелада. Препарат обладает выраженной вирулицидной активностью в отношении всех вирусов кроме аденовируса. Таким образом исследование необходимо продолжать изучать на более фундаментальном уровне и в качестве профилактики гриппа препарат может хорошо использоваться. Это список источников. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . 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 . Спасибо. . Спасибо. . .